Добрый день, мои любимые. Я добралась до площади Испании наконец-то. Сейчас поснимаю немножко для вас. А я опять перехожу дорогу, не положено в месте. Это площадь Испании. Каждый уважающий себя населенный пункт Испании имеет площадь Испании. Имейте ввиду. А вот, кстати, лайнер этот стоит. Сейчас вам покажу. Отсюда его тоже видно. Все боятся подходить к истории Санта-Крус. Они издалека его фотографируют. Обычно на них кто-то сидит, залазит, слазит. Но сейчас никого нет. Есть они, вот, фотографируют издалека. Покажу. Чтобы убедили, что я действительно ухожу в Санта-Крусе, а не в Доминиканской Республике. Пойду сделаю круг, наверное. Сегодня это удастся сделать. Вот этот местный водоем. По-моему, тут были какие-то сонтаны, или, мне кажется, или подсветка какая-то была. Он интересный, потому что можно зайти, вот, прям, по сути, в водоем. Зайти и погодить. Тут больше воды было, наверное, когда я в прошлый раз была. Люди вот забегают. Сам не знаю, кому интересно, может быть, этот сонтан. А я пойду. Тут, жаль, не пересохло достаточно, чтобы я прошла на ту сторону. Ну, пойду, обойду. Так, полиция локаль тут находится. Удобное местечко, скажем так. О-о-о, цветничок красивый, вертикальный тоже. Сейчас вам сниму. Видите, какой цветничок. Стена из цветничка. Так. Тут какие-то ворота. Полиция локально направо. Спасибо. А там даже цветничок над какой-то кафешкой. Ворота. Парадиз. Парадиза. Сейчас я попытаюсь вот тут пройти. Не, ну воды как-то тут реально маловато. Тут было больше знатной воды. Прошлые мои визиты. Не знаю, почему сейчас так, с кем связано, с чем связано. Но буду обходить вокруг. Некоторые люди вот ножки мочат. И не только. А, да, тут все-таки есть фонтан. Вот посередине это устройство. Все-таки я не ошиблась. Вот здесь можно увидеть лайнер, причаливший в порт Санта-Крус. Что тут порту интересного. Ну, когда-то туда подойду к самой Марине, поснимаю. Сейчас в погоду, потому что такие дела немаловажные. Поэтому вот так вот сниму. Лайнер замечательно смотрится. Солидный. Пришел в порт. Не знаю, откуда он. Ну, впечатляющих размеров. Как эти горы. Приблизительно такой же. Так необычно смотрится. Я здесь была, когда не было корабля. По-другому было совсем. Весь вид был по-другому. Там, в общем, там смотрю, дети. Бесно улицы. На той стороне, а возле океана. Ну, а я пойду еще вам покажу немножечко площади Испании. Пока что. Ну, возможно, и засниму вам в будущем Марину. Санта-Крус. Марину еще одну. Одну вы уже знаете. Еще будет одна Марина. Сейчас вот пойду там местные монументы засниму для вас. Я иногда путаю облака с горами. Оно у меня сливается уже. Я уже не понимаю, где что. Может, я, конечно, перегрелась. У меня уже солнечный удар. И такое может быть. Неожиданно очень жарко сегодня. Солнечно в Санта-Крус. Нисколько солнечно, а сколько солнце. Очень активно. Поэтому чувствуется эта активность. А, кстати, еще вот это вот дерево хотела для вас снять и показать. Очень интересная штучка. Ночью она очень интересно смотрится. Отражается свет на этом дереве. Ну, пока что так. Заснимем. Вестные достопримечательности. Включился фонтан. Я все-таки не ошибалась. Фонтаны здесь были. Вот они есть, эти фонтаны. Ну, что, похоже на остров вечной весны. Если похоже, пишите комментарии. Если не похоже, то тоже пишите комментарии. И аргументируйте, почему. Ну, или пишите, если что-то интересно будет. Тоже подскажено. Полеть будем уже как-то. Ну, в Тиньке лучше всего, я вам скажу. Вот как обещала, засняла вам площадь Испании. Немножечко весенний. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Комментарии пишите. Всех люблю. Ценю, уважаю. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok